Есть идеи, как улучшить эстетику городских ландшафтов? Прояви себя, сделай Брест еще красивее. Участвуй в конкурсе ландшафтного искусства «Город-сад» с 1 по 5 июня 2022 года. К участию приглашаются организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. Победители и призеры получат денежные премии. Посетителей ждет насыщенная программа. Подробная информация на сайте www.gorodsad.by Добавь ярких красок в городские пейзажи. Добрый вечер на канале БУК-ТВ. Большие итоговые новости в студии Александр Богданович. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. По главной улице Бреста с оркестром и при полном параде сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди с зелеными погонами на плечах, стражи государственных рубежей. Никто, кроме нас. Долг, честь Отечества. В мемориальном комплексе Брестская крепость-герой на верность Отечеству и белорусскому народу присягнули более 120 военнослужащих внутренних войск из Бреста, Барановича и Гродна. Мощный ресурс для развития личности и интеллектуальных возможностей в Бресте наградили победителей Республиканской Олимпиады по учебным предметам и учителей, их подготовивших. В эфире на Бук-ТВ еженедельная программа «Итоги недели». Мы подводим итоги прошедшей семидневки, выбирая главные события и мероприятия. Профессиональный праздник «День пограничника» отметили сегодня во всех уголках страны. Как всегда масштабно и грандиозно отгремели праздничные мероприятия в Бресте, в городе, который наряду с крепостью героем ассоциируется с государственной границей. В свой день защитники рубежей отметили традиционно, при полном параде. Праздник начался с церемонии награждения. Очередные воинские звания, медали и грамоты получили молодые офицеры и ветераны. Пограничникам, благодаря которым наша граница открыта для гостей и закрыта для злоумышленников, желали самого главного – чистого неба и чистой контрольно-пропускной полосы. Один из самых отмечаемых военно-профессиональных праздников в пограничном городе Бресте – День Пограничника. Нынешнее поколение стражей белорусской границы сохраняет верность лучшим ратным традициям, проявляя высокое боевое мастерство и гражданскую зрелость. Воины-пограничники добросовестно выполняют самые ответственные задачи по обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь, защите ее экономических интересов, борьбе с транснациональной преступностью. Многие из них в свой профессиональный праздник награждены почетными грамотами и нагрудными знаками. Брест и граница – это синонимы. Брест – это самый крупный европейский город, городская черта которого совпадает с государственной границей. Мы вместе решаем задачи, в том числе и по развитию нашего города. Обещаю дальше делать все возможное, чтобы ваше проживание было комфортным и всячески помогало новым успехам в боевой и идеологической подготовке. Навсегда в благодарной народной памяти останется беспримерный подвиг защитников священных рубежей и чизны, проявивших мужество и бесстрашие в годы Великой Отечественной войны. Забывать об этом нельзя, поэтому под аккомпанемент оркестра военнослужащие по гранчасти торжественным маршем прошли к памятнику стражам границ, чтобы вспомнить и отдать дань уважения тем, кто первым принял удар врага в 41-м году. Нынешнему поколению стражей границ есть чем гордиться. В Брестской погрангруппе заложен прочный фундамент, основанный на боевых ратных традициях. В зоне ответственности более 350 километров границ с Украиной и Польшей. За годы поменялась... За годы поменялась сама организация пограничной службы, но неизменными остались черты, присущие людям в зеленых фуражках. Для нас в сегодняшнее время охрана границы, да и всегда так было, это основа солидарности в государстве, основа самого государства, потому что без границ государства не бывает. На сегодняшний момент брестские пограничники с честью и достоинством выполняют последовательные задачи. За следующий год мы задержали более 100 нарушителей законодательства государственной границы, оружие, боеприпасы, наркотики. Я считаю, что личный состав с достоинством выполняет поставленные задачи. Современные пограничники продолжают традиции предшественников. Своей повседневной напряженной деятельности вносят достойный вклад в укрепление национальной безопасности страны и одновременно создают необходимые условия для того, чтобы граница не стала искусственным барьером для делового сотрудничества и дружеских контактов. Для меня это очень радостный праздник. В первую очередь в этот праздник мы участвуем офицеров-правочков, военнослужащих, в органах пограничной службы, отдаем дань уважения ветеранам, чтим память упавших героев-пограничников в годы Великой Отечественной Дании. От себя хотелось бы поздравить всех военнослужащих, в органах пограничных служб, ветеранах с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба на здоровье. Для меня 28 мая день пограничников в первую очередь это день памяти воинов-пограничников, погибших в 1941 году, которые дали нам сейчас мирное небо над головой. И мы также, которые сейчас стоим на последних линиях границы, обязаны также обеспечить спокойствие мирных жителей нашей страны. Так уж сложилось, что слова прещанина и ворота государства понятия неразделимые. Представить себе город над Богом без людей в фуражках, зеленой Тулей просто невозможно. Символом святости, государственной границы, чести и воинского долга, форма пограничника является для каждого военнослужащего. Носят они ее с гордо поднятой головой, поскольку Брестская погрангруппа имени Держинского одна из лучших в Беларуси. Уважаемые пограничники Брестского государства, примите от меня привет, самые добрые пожелания вашей нелегкой, очень трудной пограничной службы. Будьте здоровы, служите верно своему народу. А накануне 27 мая в мемориальном комплексе Брестская крепость-герой военнослужащие внутренних войск Республики Беларусь присягали на верность своей стране. Для более 120 новобранцев из Бреста, Барановича и Гродно день принятия воинской присяги один из самых важных и волнительных. Этот день делит жизнь на «до» и «после». Именно с него начинается отчет нового времени, которое серьезно меняет молодого человека и его отношение к жизни. Ведь не зря говорят, что армия воспитывает настоящих мужчин. И о том, как прошла присяга, расскажет Анастасия Мелешкевич. Охрана общественного порядка и важных объектов, конвоирование и сопровождение осужденных, разминирование. И это далеко не все задачи, которые выполняют военнослужащие внутренних войск, выбрав профессию правоохранителя, каждый из ребят принял ответственное решение, избрав непростой путь – защищать свою родину. Порой, рискуя с жизнью, они будут бороться с нарушениями закона и правопорядка, помогать простым людям. И какие бы преграды ни встали на их пути, они должны помнить, что люди в погонах несут ответственность за правопорядок и безопасность. Вчера это были молодые, еще можно сказать, школьники, а сегодня мы видим с вами настоящих мужчин. И сегодня в стране прибыло в полку защитников. У белорусского народа стало еще больше защитников. И вот сегодня мы с вами видели, как они принимали воинскую присягу. И знаете, у меня, как у офицера милиции, создалось впечатление, что в надежных руках безопасность страны, в надежных руках и внутренние войска, конечно же, как один из элементов системы обеспечения национальной безопасности, эту безопасность обеспечат достойно. Священная земля Цитадели над Гугом уже не первый раз принимает новобранцев, солдат и офицеров. И каждое мероприятие такого рода возвращает нас к истокам великого подвига героических защитников Брестской крепости. И каждый, возлагая венки и цветы к вечному огню, думает о том, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Достойно служить своей стране пообещали новобранцы внутренних войск. Более 120 юношей из разных уголков Беларуси, Бреста, Гродно, Барановичей, приняли присягу. На площади церемониала в Брестской крепости юноши перешли на новый, очень важный этап своей жизни. В присутствии родных, друзей и близких новобранцы дали клятву на верность белорусскому народу. Слова присяги были произнесены с гордостью и волнением. Они останутся в памяти военнослужащих надолго. Длину и достойно исполнять военский долг. Можете самодельно защищать независимость территориального целого конституционного строя Республики Беларусь. Очень торжественно и запоминающееся принять присягу именина в мемориальном комплексе Брестская крепость героев. Новое пополнение сегодняшнее, ну, очень хорошего, будем говорить так, качества. 30% с высшим образованием. Многие имеют образование среднее, специальное. Все мотивированы, с желанием пришли служить во внутренних войсках. Видят себя дальше после прохождения срочной службы и в органах милиции, и во внутренних войсках. Много спортсменов, эрудированные. То есть, ну, хорошее новое пополнение. Военнослужащий Илья Юркевич призван в войска из города Пружан. Разделить волнительный момент приехали мама Ирина Владимировна и сестра. Обе с нетерпением ждали окончания церемонии, чтобы поскорее обнять и поцеловать сына и брата. Он у нас покладистый, хороший парень. Всегда хотел во внутренние войска. Так и получилось. Мы сюда попали. Первое значимое событие для моей семьи, для будущей моих детей. Мне подрастает еще один сын. Мы сейчас 16 лет. Он смотрит на брата. Он тоже хочет во внутренние войска. Очень хочет попасть сюда. Неудивительно, что все зрители не выпускали из рук телефоны и фотоаппараты. Ведь это родные и близкие солдат. Кадры на вес золота. Ведь теперь их сыновья, внуки и братья – защитники и отечества. Я очень горд и счастлив, что он сегодня принял присягу. Очень рад за него. Очень, конечно, волнительный момент. Сам вспоминаю свое время, когда принимал присягу. Очень торжественно все здесь. Красиво, конечно. Я очень рад и горд за своего сына, что он пошел служить во внутренние войска. Никто, кроме нас. Долг, честь Отечества. Эти слова станут для молодых военнослужащих основополагающими. С этого момента для них пошел отчет гражданского возмужения. Служить в нашей армии – большая честь. И я в имени областного совета депутата, областного и строительного комитета хочу поздравить вас с принятием присяги. Пожелать вам успехов в больной и при чистой подготовке, крепкого здоровья и, главное, мирного неба. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щирба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. В эфире программа «Итоги недели». Говорим об актуальном. Республиканская Олимпиада по учебным предметам – это вершина образовательного процесса, которая покоряется только самым трудолюбивым и целеустремленным. Победа такого уровня – это в первую очередь победа над самим собой, ведь далеко не каждый способен работать долгое время на пределе сил. Она является мощным ресурсом для развития личности и интеллектуальных возможностей каждого ученика и показателем высокой квалификации и профессионализма педагога. Пройдя долгий совместный путь подготовки, который чаще всего длится годами, тендем ученика и учителя получает не только заслуженную награду, уважение со стороны коллег и сверстников, но и признание на государственном уровне. В этом убедились участники приема в многофункциональном центре областного исполнительного комитета, где в торжественной обстановке победителей поздравил, а также вручил специальные премии Геннадий Борисюк, заместитель председателя Брестского облсполкома. Подробности в сюжете выпуска. Итог долгих месяцев труда, а чаще лет, сконцентрировался в этом торжественном моменте. В зале – герой дня своего учреждения образования своего города и всей республики. Талантливые и целеустремленные учителя и ученики, которым покорилась, а порой и не раз, вершина под названием Республиканская Олимпиада по учебным предметам. «Это традиционное мероприятие, очень такое оптимистичное, радостное, потому что мы все прекрасно понимаем и политика нашего государства, и, соответственно, подходы Брестского областного исполнительного комитета, районных исполнительных комитетов, направленные на то, чтобы всячески поддерживать талантливую молодежь». Ни для кого не секрет, что победители Олимпиад – это эксклюзив, который рождается не только на классных занятиях, но прежде всего в индивидуальном порядке. Педагог и ученик вместе ставят перед собой цель и, как единая команда, начинают напряженно трудиться над ее достижением. У успеха очень много слагаемых. Это высокая работоспособность, взаимопонимание и уважение, согласие жертвовать личным временем, неугасающий интерес к предмету и твердая вера в то, что все получится. И таких лидеров, которые прославили наш регион, на всю страну Брестской области – 70. Причем 19 учащихся поднялись на вершину интеллектуального Олимпа уже во второй раз. Это колоссальный путь тандема ученик-учитель, за который присуждают заслуженные премии Брестского областполкома. Мы представляем 15-ю школу. Очень рады, что получилась победа. Полина получила диплом третьей степени. Таким путем она уже студентка лингвистического университета. Французский язык – это именно то направление, которое меня привлекает. Это язык мирового общения. Это прежде всего общение с людьми, это коммуникация, это познание чего-то нового. В финальном этапе сражались 20 человек. И я очень рада, что я смогла войти в число победителей и занять диплом. Я представляю Брестский областной лицей имени Петра Миша Машерова. Я здесь присутствую как победитель последнего этапа Республиканской олимпиады по математике, обладатель третьего диплома. И я благодарен моему лицею за то, что он дал мне возможность реализовать себя в таком высоком конкурсе, как олимпиада по математике и заслужить это почетное место. Я считаю, самое сложное – это моральная подготовка, потому что сложно взять себя в руки и сохранять спокойствие на олимпиаде, когда ты видишь множество таких же умных и талантливых учеников, как и ты. География лауреатов премии Брестского областполкома обширна. Только в городе Бресте ее удостойны 29 человек. В почетном списке также учителя и ученики из Ганцевича Микошевича из Толинского района, Иваново и Пинска, а также внушительная делегация из 14 представителей города Барановичи. Я представляю город Баранович, я победитель республиканского этапа олимпиады по белорусскому языку и литературе, обладатель диплома третьей степени. Белорусская мова – это наша родная мова, тому вельми приемно я ее выучать, размовлять на этой мове и научить вельми прохожие и мило для наших людей. И мне вельми приемно, что я стала первым мошцем у олимпиаде по нашей родной мове. Сегодня я привел двух одиннадцатиклассников, один из которых завел второй диплом, а второй ученик – третий диплом. Еще двое остались дома, их сегодня сюда не приглашали, это девятиклассник и десятиклассник. То есть в сумме в этом году мои ученики завели четыре диплома на заключительном этапе республиканской олимпиады по физике. А секрет успеха – это преданность девам и замечательные дети, которые меня окружают. Лауреатами премии в Бресте стали представители сразу двух лицеев – областного и имени Пушкина – гимназий номер один и номер два, средних школ номер один, девять, десять, пятнадцать и двадцать. Помимо победы в республиканской олимпиаде, все они занимают активную гражданскую позицию, участвуют в общественной и культурной жизни. Имеют достижения в самых разных сферах. Талант и доброе упорство всегда прокладывали себе путь через тернии к звездам. С таким хорошим стартом эти победы не станут последними в их жизни. Герои нашего следующего материала – участники областного этапа военно-патриотической игры «Орленок-2022», которая прошла на войсковом полигоне Брески. Сказать, что это было просто интересно, значит не сказать ничего. Масштабно, зрелищно, и главное, все участники, а это более 260 ребят, составит 19 команд, показали высокий уровень подготовки. Ведь победитель, завоевавший первое место, представит наш регион на республиканском финале игры. Об орлятах, которые уже не раз доказали, что уже много могут и умеют, следующий материал выпуска. На войсковом полигоне Брески стартовал областной этап военизированной игры «Орленок-2022». Программа довольно насыщенная, юнормейцам предстояло пройти конкурсы по строевой и физической подготовке, стрельбе и даже нашлось место творчеству. Организаторами мероприятия уже традиционно выступает БРСМ. Цель проведения игры «Орленок» – патриотическое воспитание, допризывная подготовка учащихся, знакомство с вооруженными силами республики Беларусь. «Я считаю, что такие игры должны быть. Это очень важно для молодых людей. Причем, что здесь это старшеклассники, 14-16 лет возрастной состав. Я уверен, что для них интересно. Видно, что все подготовлены. Это видно по формам, при которых одеты экипированные команды. Это говорит о том, какая подготовка у них, какой у них стройной шаг и так далее. Поэтому мы эти мероприятия проводим». Нынешний областной этап военно-патриотической игры «Орленок-2022» имеет ряд особенностей. Во-первых, победитель конкурса проходит на финальный, республиканский этап. Лучшие команды области до этого момента еще никогда не соревновались между собой в рамках «Зарницы». Еще одно новшество – отрядам, участвующим в областном этапе «Зарницы», выпадет честь носить имя Героя Советского Союза. В будущем эта практика по созданию именных отрядов сохранится. «Мы предполагаем на закрытии каждому отряду региона, присвоить звание Героя Советского Союза, то есть, давайте так, и присвоить имя Героя Советского Союза. Вся игра нацелена на том, чтобы на сплочение команды, на то, чтобы действительно и выиграл спортивное достижение сильнейших. И хочется сказать, чтобы действительно молодые люди смогли пообщаться с представителем вооруженных сил Республики Беларусь, потому что это является и немножко профориционным моментом, чтобы с первых уст они могли узнать, как служится в армии вооруженных силах, какие армейские будни, какие тяготы и лишения белорусского солдата». «В любом конкурсе, в любых соревнованиях должен быть определен победитель. И, конечно же, победитель должен быть определен тот, который будет достойно представлять Брестскую область на республиканских соревнованиях. Но, а если говорить о масштабах этого мероприятия, то, когда проводились региональные, когда проводились местные этапы, мы увидели очень большую заинтересованность детей с такой формой организации работы с ними. И мы прекрасно понимаем, что гражданско-патриотическое воспитание на словах не проводится. Очень важна практическая составляющая. А это и есть практика для детей показать свои умения и навыки. И мы всемирно будем способствовать такой форме организации работы». Физическая и моральная нагрузка – все как в настоящей армии. Далеко не каждому под силу достойно пройти все испытания. Но ребята справились. На самом деле это неудивительно, ведь у ребят за плечами не один месяц подготовки, учитывая, какую гордость они испытывают, чувствуя себя настоящим военным. «За месяц до начала самой игры Орлеона в 2022 и стараться, поставаться после уроков и на допризывной подготовке, на физической культуре потягивать свою физическую подготовку и развивать навыки в сборке-разборке автомата, в разборке магазина и в стрельбе. Это гордость за школу, гордость за своих товарищей, которые помогают моей команде. Каждый у нас идет до конца, хочет занять первое место и выйти на республику». «Я, наверное, лучше всего это и стреляю. Я имею второй взрослый разряд по стрельбе. А так мы тренировались довольно долго, потому что вначале проходили районные соревнования, на которых мы заняли первое место. Готовились мы тоже по многим стадиям и надеемся победить». «Самое сложное – это то, что все на время, и когда человек спешит, он обязательно совершает какие-то ошибки именно за счет того, что торопится. Поэтому мне кажется, что самое сложное здесь – это именно то, что все время надо следить за временем». «Впервые в этом году проводится республика, и, конечно, хотелось бы попасть на нее. Впервые наша команда заняла у нас в городе Бресте первое место, и поэтому у нас есть дополнительный стимул еще и выйти на республику». По итогам байонизированной игры «Орленок-2022» победителем стала команда «Патриот» средней школы номер 3 города Ганцевичей. Именно им выпадет возможность представлять нашу область на первых республиканских соревнованиях в рамках игры «Орленок». Второе и третье место разделили между собой отряды Брестского и Столинского районов. Мы продолжаем рассказывать о ведущих предприятиях Бреста и Брестского района, продукция которых по праву считается любимой народной маркой. Савушкин продукт, Санта-Брэмор, Брестский мясокабинат. Перечислять можно достаточно долго. Уже более 30 лет в этот список входит и открытое акционерное общество «Тепличный комбинат Берестия». 1 июня предприятию, которое вносит значительный вклад в экономику района, исполняется 35 лет. За эти годы был пройден долгий тернистый путь. От основания в далеком 1987 году на территории пригородного совхоза Брестский через трудности становления экономический кризис 90-х до крупного, процветающего, высокотехнологичного агропредприятия, как и мы знаем его сегодня. Тепличный комбинат «Берестия» о дне сегодняшнем этого предприятия расскажет Людмила Логодич. Тепличный комбинат «Берестия» – гордость Брестского региона. Ежегодно здесь выращивается порядка 10 тысяч тонн овощной продукции высокого качества, которая поставляется во все уголки Беларуси и Российскую Федерацию. В нашей стране предприятие занимает заслуженное, почетное место среди крупнейших и признанных производителей овощей в закрытом грунте. Высокая урожайность – это заслуга не только высокотехнологичного процесса, но в первую очередь трудолюбивых и ответственных профессионалов, которые вкладывают в работу тепло своих рук и душ. Здесь трудится и Елена Вашкова. Без малого 35 лет ведущий агроном стоит на страже защиты растений. Она одна из тех, кто был у истоков внедрения биометода. Вместо инсектицидов, вместо химии мы применяем биометод. Это энтомофаги. Это полезные насекомые, которые помогают нам бороться с вредителями. Я работаю здесь около 35 лет. Ну, нравится, наверное, то, что приятно видеть, когда растения развиваются. Вроде бы только что посеяли семечку, тут уже смотришь росток, потом больше, 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 потом уже плоды. Основной труд по выращиванию и уходу за растениями лежит на плечах овощеводов. Это настоящие труженики и гордость тепличного комбината. Сегодня на 22 гектарах защищенного грунта работают четыре производственные бригады, в каждой из которых более пяти десятков человек. Работаю на тепличном комбинате я уже седьмой год. Много лет я отработала на опытах. В данный момент я работаю на череде. Наша работа состоит в том, чтобы подкрутить кусты, приспустить кусты, поломать лист, подготовить к тому, чтобы можно было дальнейший процесс созревания. Зелень, она всегда радует. То есть, в любом случае, кусты, они радуют, они веселят, они дают позитивную энергию. Вот с таким позитивом Бересте сегодня выпускает около 30 видов вкусной, качественной продукции. Здесь внедрены самые современные технологии производства овощей, а технология их бессубстратного выращивания не имеет аналогов в мировой практике овощеводства. Кроме того, здесь стараются увеличить ассортимент производимой продукции, проходит тестирование новых гибридов, семена которых используют на производстве. Общая площадь теплиц составляет почти 22 гектара. 26% от нее занимают огурцы и около 70% – томаты. В моем подчинении практически 6 гектаров теплиц представлены у меня томаты. Томаты у нас в основном представлены крупноплодными видами, такими как алтодена, секуритас. Есть сливовидная раминда, ну и вот черри. Цель – сбор продукции хорошего качества, конкурентоспособной, достижение высоких урожаев, ну, соответственно, прибыли. О том, что из года в год успешному предприятию удается достигать поставленных целей, говорят экономические показатели. Но предприятие постоянно стремится к совершенствованию. 1 июня тепличный комбинат «Бересте» отпразднует свой 35-летний юбилей. Эта дата – мощный стимул к дальнейшему развитию и процветанию. Сплоченный коллектив не собирается останавливаться на достигнутом, а новый технологический уровень станет основой покорения новых вершин. Брестский областной центр Олимпийского резерва погребля отпраздновал свой юбилей – 15-летие со дня основания. 25 мая 2007 года состоялась торжественная церемония открытия многофункционального спортивного комплекса. С этого самого момента начался отсчет новых спортивных успехов и достижений Брещины. За все эти годы в существовании и развитии комплекса произошло немало знаковых и значимых событий. О них и не только вспоминали на праздновании юбилея. В торжественном мероприятии приняли участие все работники грибного канала. Гости и приглашенные 15 лет – много или мало? На этот вопрос Анастасии Мелешкевич отвечали те, кто все эти годы делал Брестский областной центр Олимпийского резерва погребли лучше, значимее, успешнее. Брестский областной центр Олимпийского резерва – визитная карточка города. Здесь проходили и продолжают проходить масштабные соревнования. Здесь встречаются сильнейшие спортсмены Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья. А все началось 25 мая 2007 года. Именно тогда прошла торжественная церемония открытия многофункционального спортивного комплекса, на которой присутствовал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, а также многочисленные представители Международной и Национальной Федерации погребли, известные именитые спортсмены разных лет. Спорт давно уже органично вошел в жизнь нашего общества, стал его неотъемлемой частью, одним из основных показателей состояния здоровья нации. Успехи в спорте – это не только престиж страны, но и решение проблем обороноспособности, демографической безопасности, укрепление генофонда нации. Я уверен, вводную эксплуатацию канала, создание на его базе Центра Олимпийского резерва погребли, даст новый импульс развитию и популяризации грибных видов спорта. Центр Олимпийского резерва погребных видов спорта открыт! 15 лет назад, 25 мая 2007 года, нашим президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, была торжественно перерезана вот эта ленточка, и с этой минуты началась летопись нашего Центра. Летопись побед, крупных мероприятий, которые за эти 15 лет прошло масса, от чемпионатов мира до республиканских, городских мероприятий, которые проводились на базе Центра. Сегодня Центр Олимпийского резерва погребли – один из крупнейших спортивных объектов Беларуси. Он полностью обеспечен современным оборудованием для подготовки спортсменов и проведения соревнований высокого уровня. За большой период времени на первенствах в чемпионатах Европы мира, этапах континента, спортсменами-грибцами Беларуси было завоёвано множество наград. Тренировочная база для грибцов на открытой воде и в закрытом помещении даёт возможность спортсменам тренироваться не только летом, но и зимой без всякого дискомфорта. Ведь от количества и качества тренировок зависит уровень наград в копилке грибного канала и его спортсменов. За 15 лет центр такой же молодой, как и был с самого начала, как его открыли. Да, мы достроили ещё дополнительно эллинги для выхода на большую воду. Мы приобрели много лодок, много катеров для того, чтобы наши спортсмены могли заниматься и весь инвентарь у них был. За эти 15 лет прошло масса от чемпионатов мира до республиканских городских мероприятий, которые проводились на базе центра. За это время мы так подняли планку проведения мероприятий, вот этот коллектив единомышленников, людей, которые любят своё дело, что многие страны так не проводят, как мы проводим спортивные мероприятия. Двери центра всегда открыты не только для белорусских и зарубежных спортсменов, но и для людей, предпочитающих вести здоровый образ жизни. На территории грибного канала жители города тренируются в разных направлениях. Здесь проводятся индивидуальные групповые занятия. Для всех желающих осуществляется прокат спортивного инвентаря. Брещане знают, где они могут отлично провести время и зарядиться энергией. Бассейн, фитнес, тренажёрный зал, буфет, физиотерапевтический кабинет и даже гостиница – всё это сделано для удобства наших граждан и гостей города. Для меня грибной канал является местом для занятия спорта. Здесь действительно профессиональное покрытие для бега, для роликов, для велосипедов. Здесь очень большой плюс на грибном в том, что, допустим, у меня нет велосипеда, но я могу сюда прийти и велосипед взять на прокат. Для людей это очень важно. Очень комфортно бегать, прямая, свежо, хорошо, влага, здесь вода рядом, дышать очень легко. Очень удобно, круг 5 километров, машин нет, никто не мешает и очень близко от дома. 15 лет много или мало – трудно сказать, но одно известно точно. Те, кто все эти годы делал Брестский областной центр Олимпийского резерва по гребле лучше, значимее и успешнее, сегодня удостоены высших похвал. В актовом зале состоялось награждение сотрудников, один из которых начальник грибного канала Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле Сергей Шкутович, работающий здесь с самого начала. На грибной канал я пришел в 2006 году. С начала его основания, когда только строился центр Олимпийского резерва, вот и по настоящее время здесь я работаю. Я свою работу знаю очень хорошо, поэтому, как говорится, можно с закрытыми глазами тут все. Все при мне строилось, все даже своими руками изначально приходилось все что-то делать, поэтому я думаю, что мне за мою работу не стыдно. Это коллектив профессионалов, любящих свое дело, людей и огромное им спасибо за их работу, за то, что они делают. И на протяжении вот этих 15 лет костяк, кто как пришел сюда с 2007 года, основной костяк, так он и работает. Анастасия Милишкиевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Это были главные события Бреста. Какими их увидели мои коллеги, журналисты Бок-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, есть еще что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Александр Богданович, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя. Будьте здоровы. Есть идеи, как улучшить эстетику городских ландшафтов. Прояви себя. Сделай Брест еще красивее. Участвуй в конкурсе ландшафтного искусства «Город-сад» с 1 по 5 июня 2022 года. К участию приглашаются организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. Победители и призеры получат денежные премии. Посетителей ждет насыщенная программа. Подробная информация на сайте www.gorodsad.by. Добавь ярких красок в городские пейзажи.